Отражение света можно исследовать с помощью специального прибора, называемого оптическим диском. Он представляет собой установленный на подставке диск с круговой шкалой. Диск снабжен передвижным источником света, который можно передвигать по краю диска. В центре диска закреплена зеркальная пластина. Если перпендикулярно этой пластине направить световой луч, то он отразится обратно и совпадет с падающим лучом. Если световой луч направить под некоторым углом к пластинке, то луч отразится от зеркала и на поверхности диска появится отраженный луч. Изменяя положение источника света, можно наблюдать, как изменяется и направление световых лучей. Изобразим поверхность раздела двух сред в виде прямой МН. На нее из точки С падает пучок света. Его направление задано лучом СО, который называют падающим лучом. Луч ОБ — отраженный луч. Из точки падения луча О проведем перпендикуляр ОС к поверхности МН. Угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения луча называют углом падения — угол α. Угол между отраженным лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности в точке падения луча называют углом отражения — угол β. Проведенный опыт позволяет сформулировать закон отражения света. Луч падающий и луч отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к отражающей поверхности, восстановленном в точке падения луча. Угол падения равен углу отражения. Пусть падающий луч СО отражается в направлении ОБ. Тогда, если луч падает на зеркало в направлении БО, отраженный луч будет идти по направлению ОС. Другими словами, луч, идущий по пути отраженного луча, отражается затем по пути падающего. Это свойство называется обратимостью световых лучей. Если пучок параллельных световых лучей падает на гладкую плоскую поверхность, то отраженные лучи будут также параллельны друг другу. Такое отражение называют зеркальным. Если пучок параллельных лучей падает на шероховатую поверхность, то отраженные лучи уже не будут параллельными. Шероховатая поверхность обычно представляет собой маленькие плоские участки, которые расположены под разными углами друг к другу. И поэтому отраженные световые лучи будут направлены в разные стороны. Такое отражение света называют рассеянным или диффузным. Оказывают ли влияние друг на друга пересекающиеся пучки света? Возьмем два разноцветных источника света, расположив их так, чтобы световые пучки пересекались. Мы увидим, что луч от синего источника проходит сквозь луч от красного источника. Однако это не приводит к искажениям изображений на экране. Итак, закон независимости распространения света утверждает, что световые пучки, пересекаясь, не влияют друг на друга. Зеркала играют большую роль в нашей жизни. Плоскую поверхность, зеркально отражающую свет, называют плоским зеркалом. С плоским зеркалом мы сталкиваемся очень часто в быту. Чистое оконное стекло или поверхность пруда также может служить плоским зеркалом. Рассмотрим, как возникают изображения предметов в плоском зеркале. Пусть перед зеркалом находится точечный источник света S. Для простоты из всех лучей, падающих от источника на зеркало, выделим три луча — SO, SO1, SO2. По закону отражения, каждый из лучей отражается от зеркала под таким же углом, под которым он падает на зеркало. Глаз наблюдателя реагирует именно на этот расходящийся пучок отраженных лучей. Продолжим отраженные лучи в обратном направлении. Тогда они сойдутся в некоторой точке S', находящейся за зеркалом. Получается, что наблюдатель как будто бы видит пучок света, исходящий от этой точки S', которая и является изображением источника S. Изображение в плоском зеркале называют мнимым, так как оно получается в результате пересечения нереальных лучей света, а их воображаемых продолжений. Установим на столе кусок плоского стекла в вертикальном положении. Оно будет служить полупрозрачным зеркалом, то есть с одной стороны при помощи этого стекла можно получать зеркальные отражения, а с другой можно видеть то, что происходит за этим стеклом. Поместив перед стеклом зажженную свечу, мы увидим ее отражение. Кажется, что отражение свечи располагается позади стекла. Возьмем вторую такую же свечу и, не зажигая ее, поставим на другую сторону стекла. Передвигая вторую свечу, найдем положение, при котором она совместится с полученным ранее изображением. Теперь вторая свеча будет казаться также зажженной. Измерим расстояние от зажженной свечи до стекла и от стекла до незажженной свечи, совмещенной с изображением. Эти расстояния окажутся равными. Предмет и его изображение в плоском зеркале представляют собой фигуры, симметричные относительно плоскости зеркала. Это означает, что в зеркале право и лево меняются местами. Подводя итоги, можно сказать, что изображение предмета в плоском зеркале всегда является мнимым, прямым, то есть неперевернутым, равным по размеру самому предмету, находящимся на таком же расстоянии за зеркалом, на каком предмет расположен перед ним, симметричным самому предмету. Получение изображения с помощью плоского зеркала используют в устройствах перископа. Перископ представляет собой трубу, состоящую из трех секций, одной вертикальной и двух горизонтальных. В местах соединения горизонтальных и вертикальных секций расположены зеркала. Зеркала параллельны и составляют угол 45 градусов с горизонталью.